МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только в составе команды уже точно не будет Андрея Ванькина. Один из самых титулованных ульяновских дзюдоистов-паралимпийцев недавно получил серьезную травму, из-за которой чемпионат России придется пропустить. Достаточно серьезные потери, потому что Андрей уже традиционно планировался завоевать медаль. Вопрос был только какого достоинства и попасть в состав сборной команды страны. Впрочем, остальные лидеры сборной области в строю. На Ольгу Забродскую и Айгуль Файзулину рассчитывают как на тех, кто не просто пробьется в основной состав сборной России, но и поборется за золотые награды. Под стать лидером победные задачи ставят и дебютанты чемпионата страны. Среди них 18-летний Ильфат Хамитов. Волнение есть, конечно, но будут зрители, мои друзья, родственники, близкие. Тренер, в конце концов, он будет смотреть, болеть на меня, за меня. И я постараюсь не упасть духом и буду стремиться к победе. Напомним, чемпионат России под дзюдо среди слабовидящих спортсменов пройдет в Ульяновской области во второй раз. Впервые подобный турнир состоялся в нашем регионе в 2011 году. Вновь получить право на проведение соревнований удалось благодаря региональной федерации дзюдо, которая выиграла президентский грант. При этом чемпионат страны станет лишь частью большого фестиваля дзюдо, девиз которого – гибкий путь к вершине. В этом основная идея и основной смысл проекта в том, чтобы внести изменения и сделать регион чуть более успешным для тех, кого мы, к сожалению, не всегда замечаем и чьи проблемы мы не всегда видим так отчетливо, как хотелось бы. Провести соревнования – это полдела, говорят организаторы фестиваля. Посему в его программе также мастер-классы, заседания круглых столов и семинары, на которых обсудят пути развития адаптивной физкультуры, пути привлечения людей с ограниченными возможностями к занятиям спортом. Стартует фестиваль в ближайшую пятницу в гостинице «Октябрьская». Михаил Сашанский. Новости Ульянской правды. Новости Ульянской правды.